Друзья, привет! Живя в деревне или выбираясь на дачу по выходным, все мы что-то строим, покупаем строительный материал. И вот сегодня давайте поговорим о качестве строительного материала, который мы с вами приобретаем. Коснемся сегодня такого новомодного материала, как террасная доска или декинг. Производят его из древесно-полимерного композита и как же он показывает себя в наших суровых условиях эксплуатации. Давайте ответим на этот вопрос. Поехали! Вот такой внешний вид имеет эта доска. Одна осталась. С этой стороны такой рельеф, с этой стороны такой рельеф. Структура у нее ячеистая. На срезе выглядит вот так. Ну, рассказываю. Так, вот такое крылечко, значит, делали в семнадцатом году. Это у мамы с дядей. Использовали террасную доску. Декинг она, по-моему, называется. Это Александровского производства. Предприятие в Александрове такое делало. Значит, в прошлом году уже первые звоночки поступили. Там в виде трещин небольших, вздутий после первой зимы. Вот такое превратилось это сооружение после второй зимовки. Значит, вот поподробнее. Ну, просто вот эти соты, они попроваливались. Вся эта вот доска, не знаю, видно, нет, она местами сдулась. Местами просто провалилась. Ступенька просто вот так вот взяла и рассыпалась. Структуру. Этот материал строительный имеет вот такую полую ячеистую. Ячеистую, значит, это, как я понимаю, полимер какой-то со стружкой. Вот ломается просто пальцем. Так что... Сейчас сфокусируется, нет? Так что... Не знаю, конкретно этот производитель такого качества производит террасную доску. Либо вообще она вся такая. Ну, в общем, делайте выводы. Короче, вот показываем вам два года эксплуатации. Здесь без крыши терраса, то есть она под открытым небом. Не знаю, может быть, она используется должна только под какими-то навесами-укрытиями. Хотя я сомневаюсь. Как бы, вроде бы, пишут, позиционируют ее для применения на открытом воздухе. Вот. Ну, в общем-то, в итоге, после двух лет эксплуатации это все выбрасывается. В общем, не рекомендуем применять вот именно эту доску. Приобретена она в Александре, еще раз повторяю. Как-то террасная доска, декинг называется. Вот. Все это выбрасывается и меняется на простую террасную деревянную доску из лиственницы. Вот так вот бывает, представляете? 50 лет гарантии, 50 лет. Ну и вот, меняем эту полимерную террасную доску на вот такую вот палубную доску из лиственницы. Размер у нее... Какой, Сереж, размер? Ну, там они... 32 ширина, толщина? А, толщина 35, ширина 140. Толщина 35, ширина 140. Она, значит, отстроганная, гладенькая. У нее снята фаска радиусная со всех четырех сторон. Вот мы ее нарезали, отторцевали. Я приехал по-быренькому ее отторцевал. Под размер нам нужный, короче говоря. И... Все, будем вот ее укладывать. Так, ну, ворота не будем открывать, короче. Вот она здесь лежит. Вот такая вот красивая, симпатичная доска из лиственницы. Надо было сразу ее использовать. Либо, наверное, террасную доску покупать. Не полую такую вот, а цельнолитую. Ну, кто бы знал, как говорится. Все на этом. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok